Здравствуйте, я Алик из Саратовом и с братом Рафиком. Немножко торгуем овощи, фрукты на рынке. Я очень хорошо разбираюсь во всем, все читаю, все знаю. У меня жена Этери есть. Она мне вопросы иногда задает. Что ты меня спросил в последний раз? Я слыхала, что в Госдуме хотят национализировать Ютуб. Это что, как это? Все, 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 не шуми, не шуми. Да, да, вот это тоже такой интересный момент. Есть такой у нас депутатик Евгений Федоров. Он член комитета Госдумы по бюджету и налогам. Он выступал на радио, говорит Москва и сказал, что Ютуб нужно нам конфисковать как трофей и национализировать. Он говорит, что без соцсетей, конечно, жить уже нельзя. Это как вода, как воздух. Ютуб нам нужен, но он ведет себя плохо. Поэтому мы его национализируем и заставим работать на благо России, а не в интересах иностранных государств. Это будет наш российский Ютуб. Мы у них его заберем. Вот так он сказал. Вот я хочу сказать следующее. Вот я хочу сказать вещи, которые многие люди не знают. Но я расскажу. Вот у нас когда формируется Дума, это депутатики туда приходят, они все подписывают секретный документик один. И в документике сказано, что я, становясь депутатом Российской Федерации, согласен на то, чтобы меня конфисковали и национализировали мозг. Да, серьезно говорю, Россию нельзя с мозгами управлять. Если с Россией мозгами управлять, она благополучной страной станет, а это недопустимо. Россию нужно только без мозгов управлять, чтобы россиян всегда страдали, чтобы потом они в рай попали, как сказал Владимир Владимирович. Это очень важно. И они серьезно эти бумажки подписывают. И у них потом мозг конфисковывают. Ну там, конечно, оставляют там немножко лобные доли, гипофиз, ну чтобы человек как-то ходил, действовал, разговаривал, там кушал, там какал. Кнопка мог нажимать, да, чуть-чуть оставляют. И вот так они живут. Вот большинство депутатиков в Думе, они это понимают, что они без мозга. Их там 450 штук. Поэтому большинство из них вы никогда не слышали и не видели. Они понимают, что мозгов нет. И они просто тихо сидят, безмозглые, и смотрят там в кресликах. Но некоторые этого не понимают, что у них нет мозга. Это вот Федоров, это дядя Ваня, это вот Пискарев, Зюганов, Нилов. Можно их набрать. У них нет мозга, но они этого не понимают, и поэтому они говорят. Вот так нужно к ним относиться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!